Всем респект, братва! С вами Marader 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами посмотрим на такую замечательную игру, как SOS. Название довольно-таки лаконичное, но игра при этом интересная. Сразу говорю, что весь контент я писал во время закрытой беты, которая была где-то полтора-два месяца назад, точно не помню. Но руки дошли у меня только сейчас сделать обзор, и в этом видео я вам расскажу, что вам надо в этой игре вообще делать. И хорошая она или плохая, по моему мнению, конечно же. Для начала скажу сразу же, что примерно эта игра из себя представляет. Это такой социально настроенный батл-ройал. Почему батл-ройал? Потому что у нас есть группа людей, которых высаживают на остров, и они должны с него сбежать. Естественно, все они с него сбежать не могут, могут сбежать только трое. И почему, собственно, социально направленные? Потому что в этой игре, как, например, в игре DC, если вы такую знаете, а если нет, посмотрите, доська у меня есть на канале, здесь очень важно общение с людьми. Вы можете их обманывать, чтобы завладить их оружием, завладить их лутом, но при этом, если вы будете постоянно один, вам будет намного сложнее, чем если вы будете в группе. В целом, игровой процесс выглядит так. Вы появляетесь на острове, начинаете осматривать каждый уголок в поисках лута, встречаете людей, вступаете с ними в альянс, бегаете, лутаетесь вместе и пытаетесь найти реликвию. Для этого обычно надо убить очень сильного монстра, который ее на себе носит. После того, как вы достанете реликвию, вам нужно вызвать вертолет, который заберет вас с острова. Кстати, для того, чтобы его вызвать, вам нужен будет сигнальный пистолет, который найти тоже не очень просто. Дым от сигнального пистолета виден всем, поэтому на него начинают сбегаться те, которые не успели найти реликвию, и начинается жестокая битва за спасение. Подается игра в оригинальном формате реалити-шоу, который для жанра Battle Royale подходит как нельзя лучше. Ну вот как-то так, если вкратце. А теперь давайте разберем игру поподробнее. Добавлю еще, что разработчики выбрали очень правильный вид рекламы игры. Они просто раздали ее куче стримеров и ютуберов, которые показывали эту игру своей аудиторией у себя на каналах. Такой же путь выбрали создатели PlayerUnknown's Battlegrounds и не прогадали, насколько вы знаете. Сам я хочу выразить респекту за доступ к игре Миши из Альянса Билл Матплей, который мне его и замутил, собственно. Каждый матч начинается вот с такого вот пафосного интро, так как у нас же здесь все-таки реалити-шоу, и нам показывают всех участников данного матча, и дают им возможность пообщаться. И если честно, звучит это как полнейшее вакханалие. Кроме того, потом показывают каждого участника по отдельности, и дают ему возможность поприветствовать других участников матча. Нам, естественно, тоже дают возможность высказаться. Кроме того, в игре есть забавная система отношений, которая показывает вместе тех игроков, которые ранее сталкивались в игре и были в команде. И их поведение в этом матче, были ли они френдли, предатели и так далее, и так далее. Таким образом, вы можете понять, что ожидать от конкретного игрока, если сами с ним столкнетесь. Ну и кроме того, вы можете обсудить прошедшие матчи с бывшим тиммейтом. После этого довольно-таки долгого вступления начинается сам матч. Мы появляемся на острове, рядом никого нет. И для того, чтобы вам было проще понять, что надо, собственно, делать, давайте рассмотрим основные аспекты игры. И после я, для примера, вставлю нарезку геймплея с одного своего матча. Сразу скажу по поводу графики. Я считаю, что она очень даже неплохая. Нет ничего какого-то там сверх выдающегося, но смотрится все довольно-таки мило и красочно. С оптимизацией, как мне казалось, тоже все в порядке. Итак, в самом начале матча, кроме лутания всего и вся, вам необходимо найти тиммейта. Поэтому, если вы увидите человека, нажмите кнопочку F, вы можете вступить таким образом с ним в один альянс, дав друг другу пятюню. Место в альянсе не ограничено, но не забывайте, что сбежать с острова смогут только три человека. После этого я крайне рекомендую вам выбрать свой радиоканал. Он нужен для того, чтобы вы могли слышать друг друга на большом расстоянии. Чтобы вытащить рацию, зажмите клавишу Q и колесиком мыши выберите тот канал, на котором не ведутся никакие переговоры между другими участниками матча. Рация работает так же, как и VoiceChat по принципу Push to Talk. С помощью рации вы сможете найти друг друга, если разбежитесь, а также вызвать тиммейта на помощь. Сразу скажу, что сражение с монстрами в игре в группе значительно проще, чем в одиночку. Дело в том, что монстры всегда агрятся только на одного человека. И в игре есть система блоков, которая защищает вас от урона. Поэтому вы должны тут действовать таким образом. Один человек встает в лоб, агрит на себя монстра, и второй человек просто его атакует. Таким образом вы его убиваете без всяких проблем. Ну а если вас больше, чем два человека, то для вас не составит никакой проблемы. Просто затыкать беднягу до смерти. Теперь давайте поподробнее рассмотрим боевую систему. Итак, атаки делятся на два типа. Это мили атаки и огнестрел. Про огнестрел я расскажу чуть позже, но он вполне себе обычный. Как бы ничего особенного в нем нету. А вот у мили боевки есть свои особенности. Во-первых, как я уже говорил, в игре есть блок, который сохранит вас от урона. Однако после отражения ударов, особенно мощных, вы на какое-то время теряете подвижность. И не можете сразу атаковать в ответ. Это стоит учитывать. Далее. Атаковать можно двумя способами. Первый это обычный удар на левую кнопку мыши. Он наносит не так много дамага, однако оружие всегда остается у вас в руках. Второй способ атаки более мощный. Вы можете метнуть во врага оружие, нажав по умолчанию на колесико мыши. Либо среднюю кнопку, если у кого-то они еще остались. Это наносит намного больше урона, однако вам придется подойти к монстру и забрать с него это оружие, которое будет в нем торчать. А если вы промахнетесь, то придется бежать и подбирать его. Именно поэтому этот способ атаки предпочтительный, если у вас хотя бы какое-то оружие есть в запасе. Научиться метать его несложно, позже вы наловчитесь без проблем забирать его обратно с монстра и снова метать него. Обычными ударами монстры выносятся очень долго. Игроков метанием оружия убить тоже значительно проще. Однако, если вы находитесь в группе, будьте осторожны, вы можете случайно промахнуться и убить своего игрока и своего альянса. Добавлю, что оружие в игре изнашивается и в один прекрасный момент просто сломается. Увидеть степень износа оружия обычно можно по его внешнему виду. Починить его никак нельзя, поэтому не забывайте при возможности менять его на новое. Либо подбирать дополнительное, если есть место. Персонанс можно с собой таскать до пяти видов милишного оружия. Про огнестрел скажу коротко, реализован он вполне стандартно. На правую кнопку мыши вы прицеливаетесь, на левую стреляете. Стрельба реализована, мягко скажем, средне, но в игре, где всего пара видов огнестрельного оружия, это не страшно. Стоит заметить, что во время использования огнестрела вы не можете ставить блок, поэтому если враг приблизится к вам, лучше переключиться на мили. Теперь давайте подробнее о системе лутинга. Достать какое-то примитивное оружие не составит труда, обычно оно лежит в вазах, которые легко найти везде на острове. Что-то более интересно спрятано в ящиках. В больших открытых ящиках вы сможете найти топор, а в маленьких и обычно закрытых пистолет. Закрытые ящики можно открыть двумя путями, либо выстрелив в замок и сбив его, если у вас или у тиммейта есть пистолет, либо с помощью отмычки, которую тоже нужно сначала найти. При использовании отмычки сначала довольно-таки продолжительное время открывается сам замок, а потом вам надо еще открыть сам ящик. Учитывайте это, если рядом есть монстры или другие игроки, не из вашего альянса. При этом, если вам очень повезло, вы можете найти такой ящик уже сразу без замка. Открываете его скорее, забираете нафиг оружие, чтобы оно никому не досталось. Вот в таких больших ящиках обычно лежат патроны для огнестрела. Часть из них могут быть открыты, часть закрыты. Если у вас есть патроны в пистолете, сбейте замок выстрелом. Количество патронов в ящике в любом случае восполнит ваши траты. В игре также есть закрытые двери, которые на самом деле можно просто сломать с помощью мили оружия или ударов кулаком и проникнуть в закрытое помещение. Также можно нутать машины, которые периодически встречаются на острове. В них с большей вероятностью вы найдете хороший лут, однако может сработать сигнализация, которая скорее всего привлечет монстров поблизости и других игроков. Так что будьте готовы. Отдельно отмечу прохилки. Для восполнения здоровья в игре можно использовать два предмета. Плоды папайи, их можно найти по дереву папайи, обычно там валяется уже пару штук. Добавлю только, что по дереву можно ударить несколько раз кулаком, тогда с него упадут дополнительные плоды папайи, поэтому не забывайте это делать. Кроме того, в игре есть и стандартные аптечки, которые можно ултать в специальных ящиках. Аптечки эффективнее папайи, но время на применение занимают больше. А теперь я хочу рассказать об одной довольно уникальной механике игры, а именно болезнь. Атакуя, монстры могут заразить вас неизвестным недугом, который медленно захватывает ваш разум. Вылечиться от этого недуга вполне реально, но для этого вам понадобится антидот, который довольно сложно найти. Все, что вы можете делать, если у вас нет антидота, сдерживать болезнь, употребляя грибы, которые растут на острове. Следить за уровнем заражения можно по черным линиям, которые расползаются по краям экрана. Чем их больше, тем ближе вы к обращению. А именно, если позволить болезнь захватить вас, вы автоматически проигрываете, а ваш персонаж переходит под управление искусственного интеллекта и начинает вести себя как монстр с острова. Стоит заметить, что обращенные игроки значительно сильнее большинства стандартных монстров, и их сложнее убить. Однако, отдалев такого обращенного, вы получаете весь его лут. Не забывайте обращать внимание на состояние ваших тиммейтов, так как если болезнь одолеет их, вам придется от них отбиваться. В момент обращения персонажа автоматически выкидывает из альянса, и он начинает атаковать всех, кого видит. Вы можете помочь излечиться игрокам из альянса, вместе найдя антидот или хотя бы делиться с ними грибами. Либо подождать их обращения и забрать их лут, тут уж вам решать. Ну и последнее, где найти реликвию? Ее нужно снять с убитого монстра, который является чем-то вроде босса. Он сильнее других монстров и обычно окружен несколькими монстрами послабее. Сразу говорю, в одиночку вам будет очень тяжело их одолеть. Найти монстра с реликвией можно в глубине храмов, ближе к центру карты. Добавлю, что если вы не нашли монстра с реликвией, скорее всего, какие-то игроки уже были в храме до вас и забрали ее. Тогда все, что вам остается, это найти игрока с реликвией и убить его, чтобы забрать ее себе. Не забывайте, что вам еще нужно вызвать вертолет, который заберет вас с острова, и для этого нужно найти пистолет сигнальной ракеты. Кстати, это было не последнее, вот последнее. Если вас убили, в игре есть система спектритинга, то есть вы можете наблюдать за действием других игроков. Более того, игра показывает игроку, сколько человек за ним наблюдает в этот момент, и те, кто наблюдает, могут слать этому игроку свои эмоции в виде таких анимированных смайликов. Нахожу эту особенность довольно-таки забавной. Но тут у меня есть еще один совет для новичков. Если вы постоянно умираете, попробуйте посмотреть за другими игроками и их действиями. Вполне возможно, вы сможете чему-то у них научиться. А теперь давайте на примере одной из каток посмотрим, как работает большинство перечисленных механик в самой игре. Погнали. Ну что, жестко начинаем. Так, нужно найти побыстрее людей, мне кажется, потому что один я заколебусь тут лутаться. О. Дайте лута, дайте лута, дайте лута. Найс, топорик. Где все-то опять, ё-моё. Так, тут у нас что? Так, ладно, ножик тоже пригодится. Это что? Фонарик? Это фонарик? Да, фонарик. Ну-ка. О, здесь моя бывшая, ребята, смотрите, моя бывшая. Не ори, сучка. Так, вот эти ворота у нас вышло только монстров запускать, да, есть. Так, ладно, похрен, выйдем через них. А вот это мы хрен без отмычек откроем. Блин, ещё одна бывшая бежит. Смотрите, это остров бывших телочек. Господи, боже мой, какой кошмар. Я попал в настоящий ад, ребята. Хилочки пригодятся. Надо, наверное, сбегать к храму, посмотреть, что там вообще. Так, тут у нас есть сумочка. И, бля, хамуха и мама бывшая, может, не заметит. Давайте посмотрим. Так, мама бывшая проснулась, к сожалению, на самом деле. Ребят, мама бывшая, то есть вот эти чёрные монстры, тёмные, и они, бля, какой-то расизм. Они сильнее, чем белые, блядь. Звучит как-то в российский немножко. В обратную сторону. Ну, короче говоря, имейте в виду, что чёрный монстр сильнее. В храмах обычно лут получше, так что не забывайте их осматривать. Особенно, если видите, что они закрыты, значит, там никто не был, значит, никто ничего-то не трогал. Давайте посмотрим, что у нас в этой сумочке. Опаньки, отмычечка, ребят. Сейчас надо будет вернуться пистолетом. Вот здесь у нас, по-моему, где-то был. Да-да-да-да-да-да, вот он, отлично. Главное, чтобы какой-нибудь меня стелсовик сейчас сзади не вынес, когда я открою уже, наконец, этот замок. Давай-давай, быстрее, быстрее, быстрее. Отлично! Всё, теперь мы в безопасности от других игроков. Правда, на самом деле, надо бы найти патроны, а то у нас всего четыре штуки. Блин, братва, случайно выключил запись. Сейчас, пока бегал без записи, объединился с тремя игроками. То есть, у нас уже четыре в альянсе. Но они, вроде как, не против. Они все такие, типа, помогаем друг другу. А там уж кто выживет, тот выживет. По-любому кто-то умрёт и так далее. Либо они хотят меня обмануть, кстати говоря, что тоже вариант. Hey, be careful! Be careful, бляхомуха! Опять мама выше пролетела к нам в гости. Но сейчас мы быстро затыкаем, у нас, в принципе, много. Это наизичи вообще, они быстро затыкают. Hey, 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 don't attack me, please. Don't attack me. Чё, они меня-то атакуют, падлы? Точно убьют. Guys, guys, which radio channel do you have? 23, 23. 23? Yep. Отлично, а то я боялся, что они не в теме, что надо канал себе выбрать. Это было бы вообще печально. All right, there's no relic here, guys. Валим отсюда, здесь нет реликвии. Может, здесь как раз патронов на лутаем? Во-во-во-во-во, ящички с патронами, отлично. Чувак как раз монстр вынес. Можем спокойно забрать. Так, эй, убери руки свои! Сколько мы на лутали-то патронов? Ну-ка, давайте, перезарядимся. 7 штук, но это мало, пипец. Так, монстр, давайте его быстренько захерачим, учитывая, что в группе это вообще наизичи. Ну, собственно, как я и говорил. О, нифига себе! Вот это, кстати говоря, неплохой игрок. Видите, вот этот чувак френдли вообще жёстко. Он просто открыл мне лично этот сам, как вот, ящик и говорит, забирай всё. Вот теперь патронов нормально. Maybe we can go to Underworld Temple. What do you think about it? Ну, отлично. О, пятый человек в альянте, йоу! Вуроп-вороп! Так, ладно, мы пойдём заберём реликвию, наверное, попробуем. Череп самое слабое оружие, кстати. Опа, машина. Сейчас, влезть, могут на это сбежаться, либо монстряки, если есть поблизости, либо люди, так что надо быть аккуратным. Хотя нас до хрена, в принципе, это не очень страшно. Опа, кто-то вышел из альянса. Во, чувак тоже заметил. Не, может, он убил. Ну, может, ушёл. Ещё больше патронов. Вот это уже маза, это уже отлично. Кстати, вот эти вазы можно тоже разбивать, но в них обычно ничего особенного нет. Ну, вот череп. Блин, вот этот чувачел, он жёсткий тимплейт, он помогает всем. Говорит, вот здесь аптечки, идите, возьмите. Респект ему, жёсткий. Так, это не аптечка, это у нас... Это антидот. Блин, а я не заражён, он что-то другой заражён. Так, ну я тебе уже не так сильно боюсь, что они меня прибьют. По крайней мере, вот этот чувачел выглядит, вроде, довольно-таки порядочным. Блин, он адекватный вообще. Там монстряки внутри орут сразу, когда только начинаешь ломиться. А вот они, вот они, мама, бывшая очередная. Ну, это сейчас на изи чё? Ну, вообще, на изи разложили. Сори? Чё, он хоть, чтобы я забрал? Ну, ладно. Мне, в принципе, отмычки, наверное, уже не нужны. Так, опять развалили. На изи только, блин. Единственное, что я заметил, короче, чуваки-то нормальные, но у меня освещают две вещи. Во-первых, нас здесь пор 4 человека, а мы 4 урон-то не сбежим. Во-вторых, они постоянно забирают моё оружие, которое я метаю. Видимо, надо лучше затыкивать монстра. Так, чувак хочет вызвать, походу, вертолёт. Только я не знаю, что у нас нет реликта. А, я понял, я вспомнил, я вспомнил. Короче говоря... О, кстати говоря, неплохой графон очень даже. Когда вы вызываете с помощью флеерогада вертолёт, то если у вас нету реликта, то он вас не будет забирать, но он вам скинет какой-то лут. Причём те игроки, которые в оффлайне спидейтят вас, сами решают, что будет в залуке. То есть там никто не спидейтит, видимо, он как-то рандомно там выбирает сам. Интересно, где они флеерган-то нашли? Я так и не понял, где его искать лучше. Так, вот тут у нас жёсткий ящик. Какая-то огромная бомба. Давайте быстренько ящик сейчас проверим, чё там есть, чё там нет. Хотя наверняка не успеют сами всё забрать. Ну-ка, ну-ка. Ни черта не успел забрать, ни черта. Интересно, а что это за бомба? Я сам не понимаю. Ну тут же нету нихрена. Так, да, в пещеру отправиться это будет на самом деле адекватным решением. Надо уже поскорее, а то время поджимает. Да, 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 конечно, я знаю о том. Ну вот, видите, чувак ещё жёстко шарит. Семь бы таких тиммейтов? Чтоб проникнуть в храм, короче говоря, надо вот здесь взорвать у него вход. Но кто-то уже здесь был. И кто-то, скорее всего, либо всё здесь уже забрал. Либо всё ещё здесь. Да, они всё забрали, они всё облутали. Ну, может, они ещё здесь. Хрен его знает. Да, скорее всего. Я думаю, что это тоже, бро. Надо глянуть. Ну, вообще, надо валить отсюда. Если забрали реликвию, то единственное, что осталось, это найти игроков, убить их и забрать реликвию. Так, я кидаться сейчас не буду уже. Оружие вообще... Эй, 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 по мне-то не попадайте, братва. А, вы чё жуди... Флайер, флайер! There's the flare, there's the flare, let's go there. Let's go to the flare. They probably have all the relics. Let's go. Сейчас будет мясо. I think they don't have a relic. But let's go there and kill them. Yeah, we could try at least. Maybe they do have. So... No, 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 they don't. Because it would have fed, they have a relic. Ага. Do you see them? А, ну вот, есть реликты у них. Smoke is on the left, guys, on the bridge. Никого не вижу пока. Вот, вертолёт говорит, если у вас есть реликты, идите к нам, идите к нам. Никого не вижу вообще. I'm here, I'm here. Вон он спускается, спускается, его вижу. Ой, блядь, ой, блядь, сори, сори, бро, сори. Блядь, ёпта мать. Ну это ладно, сейчас наизичный разваль, минус. И лифт. Найс. There's another one, there's another one. Так, наверху где-то. Вижу, вижу, вижу. О, развален. Good job, bros. There's another relic, by the way. Видно, что думаешь, что у нас три реликты, у нас же только два. Окей, у нас только два реликта. Но мы можем ждать, пока еще один игрок с реликт прийдет. Так, ну и всё, это момент икс, братва, здесь уже совсем напряженно, потому что нас сейчас по идее должны забирать. И другие игроки могут нас жёстко начать атаковать, чтобы забрать у нас реликт. Вот в чём опасность заключается. Особенно я в опасности. Wait, where are you going? There's a guy, there's a guy, there's a guy, guys, there's a guy. Where? On the left, on the left. I had shot him. Wow, nice. Wait, but where are you going? You have no relic. Oh, shit, wait, where's my relic? How do I get off this? I don't know. Бедняга. Чувак думал, что у него есть реликт. А, бедный, он же такой хороший. Are you sure that you had it? It's here, right? Так, ладно, я тут съёбываю тогда, я, наверное, следующий. I will be next, ok? Так, блядь, опять кто-то припёрся к нам. Так, один сваливает, окей, осталось мне только свалить. Осталось мне свалить. Так, спокойно, спокойно, там, по-моему, сколько их там? Двое, двое бегают. Или это, или это Кримпай, я не понял, кто это был. Я хочу съебаться тоже. Sorry? Help us get another relic, before you go. Ah, yeah, ok, bro. Походу он думает, что это он взял тот первый реликт, а это я его взял. Вот бедняга. Fuck, I don't remember, I had one. Well, he did. He was actually deserved to leave, but no, I'll be able to. Listen, we can wait, if somebody comes here. What's up? We can wait, if somebody comes here with a relic. Yeah, maybe, maybe you go. Can you give me your gun and you go? Oh. Do you know how to do it? Let's go. Да, я не знаю, если честно, как... Как отделка это. Ага, на Т надо нажать. Сейчас. Сейчас он заберет и убьет меня, сто пудов. Хотя он хороший вроде. Так, давай, давай, спускайте мне крюк. Я хочу свалить отсюда нахрен. Спускайте крюк мне скорее. Пожалуйста, давай, давай, давай. А то меня сейчас кто-нибудь вынесет, заберет, или они меня вынесут, хрен его знает. А второй чувак, непонятно, он хороший или нет. Так, зацепился. Зацепился. Вроде они френдли вообще жесткие, не убивают меня. Are you sure? Are you sure, bro? Maybe, maybe somebody comes here with a relic. Good luck, bro. Блядь, не успел. Я выиграл. А, fuck yeah. Так, я свалил. Блин, ну вот этих жалко, конечно. Особенно Кримпай, который помогал мне вообще всю катку. I wanted to win as well. А вот бедный чувак. Просто бедный. Я ему любовь шлю. There should be another fucking relic. О-о-о-о. Блин, жалко его. Ну все, они уже начинают шмалять просто в вертолет, куда угодно. Лишь бы просто хоть что-то делать. Но они уже проиграли, они уже это поняли. Все, заставочка жесткая. Заставочка победы тут также есть. Это очень хорошо, на самом деле. Блин, он что, там кого-то убил? Эй, а вот это, вот это, наверное, он убил тёлку. Ой, же скач. Ну вот это тоже, кстати говоря, добрый пацан был. Он ничего плохого не делал, помогал только. Хотя Кримпай, конечно, вообще супер тиммейт. Фан-фэворитс. Это интересно, что такое. Крауд-плэжа. Любимчик толпы. Тут номинация. Так, хейтерс гонна хейт. Номинации, видимо, этого больше всего ненавидели. Ой, и Кримпай хоть тут есть. Непредсказуемый. Так, сейчас, походу, он меня будет показывать. Выжившие. Фак, я один из них. Блин, наконец-то я выиграл. На самом деле, это моя первая победа, братва. Ну кайф. На самом деле, игруха очень прикольная. Вот такая веселая катка у меня была. Повезло записать свою первую победу. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться хоть как-то в этой игре. Что касается моего мнения относительно игры, она явно достойна внимания. По крайней мере, этот батл-ройл совсем не напоминает пупк и никакая там подделка, лишь бы бабла срубить на хайпе жанра. Из явных недостатков могу заметить только плохую стрельбу, отсутствие вполне логичного режима для трех игроков, ибо в бете были доступны режимы только соло и дуо. Также расстреляет вообще в целом малое количество контента. В игре всего одна карта, пара видов монстров, не так много видов оружия. Ну а насколько мне известно, игра выходит в раннем доступе, и я буду надеяться, что разрабы будут наполнять ее контентом, которого ей так не хватает. Добавят там побольше карт, оружия, видов врагов, может быть еще какие-то режимы игры и так далее, и так далее. Еще раз повторюсь, этот обзор был закрытой беты. Возможно, в игре будут какие-то изменения, когда она появится в раннем доступе. Я надеюсь, что они будут ей в плюс. Пишите в комментах, что сами думайте про эту игру, а я, пожалуй, закончу на этом свой обзор. Если вам понравилось видео, поставьте лукас, и подписывайтесь на канал. Обязательно, если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите дневный комментарий. Жесткий респект всем, кто досмотрел до конца. С вами был Мародер120Гигабайт. Увидимся с вами в следующих видео или на стримах. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok